Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. И сегодня мы с вами займемся сборкой от фирмы SVModel избушка на курьих ножках, полностью из дерева. Итак, для сборки нам понадобится кисточка, канцелярский нож, ножницы, надфиль или напильник, наждачная бумага и пинцет. Я уже собрал пакетик номер один и сделал основание. Почему черное? Потому что я буду все это тонировать. Это просто грунт, загрунтованная поверхность. Итак, переходим мы на страницу 4 и на странице 4 нам нужно собрать нижние звенья, венцы, до оконных рам. Так как здесь будет у нас идти расширение, а здесь уже будет прямая конструкция. нумерации у бревен нет, то есть есть вот обозначение и на этих обозначениях все заканчивается. То есть бревнышки сами по себе не пронумерованы. Я по крайней мере не нашел и поэтому их сюда подбирать нужно интуитивно смотря на рисунок и опираясь на него. По крайней мере так делал я. Возможно, что я где-то оказался неправ. Нижнее кольцо я уже положил. Теперь из-за бревен со снятой фаской делается задняя стенка. Все они идут разного размера и подходит сюда самая-самая маленькая. Его мы устанавливаем на место и я это все буду приклеивать на клей tightbond. Он у меня, я его перелил в такую баночку из-под томии для простоты использования. Просто смазываем внутреннюю часть. Можно было, конечно, использовать еще какой-нибудь, ну, тот же паклю, например, чтобы законопатить швы, сделать их более реалистичным. Я этого делать не буду. Пусть остается так, как остается. То есть мы вот приклеили, посмотрели на инструкцию. Примерно, да, здесь, то есть, выпирает немного. Думаю, что это не совсем критично. Не думаю, что это как-то ударит прям по построениям. Следующие у нас идут венцы с дверным проемом. Это 9 и 10. Это самые короткие. Я их уже пронумеровал. Вот он 9 и 10. Единственное, не знаю, куда именно, какое ставится, потому что тут указано, что они, в принципе, равны по размеру, но это не так. Они немного отличаются. То есть, 10 буквально там на миллиметр подлиннее. Я думаю, 10 я размещу сюда, а 9 размещу сюда. Так же приклеиваем все это. И так собирается у нас все кольца излишкой клея, если они вдруг есть, вот как у меня. А я убираю обычной влажной кистью, потому что Тайбунт он до высыхания смывается водой. Можете использовать так же обычный ПВА. Ничего страшного, как бы тоже отлично склеивает. Продолжение следует. Какое утро понятие, Продолжение следует... После того, как мы выполнили все практически указанные здесь действия, одно из бревен нам нужно подготовить для установки окна. Насколько я понимаю, здесь дан чертеж в размере один к одному. И планку нам необходимо размечать по центру. Точнее бревно нам необходимо размечать по центру. Сейчас мы это все проверим. Нет, 3,9 и 4,5 с другой стороны. Сразу отметим стороны. Глубина должна быть у нас 3 мм. Теперь надфили сейчас подточим. Выполнили мы бревнышко номер 21 по чертежу. Теперь его можно вклеивать. Когда мы взяли наш пакетик с бревном номер 3, нам нужно идентифицировать бревна. Если есть такая возможность. Мы берем... Открываем. Следующую страницу, так как с некоторыми бревнами надо будет выполнять определенные действия. Таких вот бревна со скосом всего 2. Это вот 46. Мы отмечаем, что они у нас есть. То есть 2,46 у нас есть. Смотрим дальше. 45, 44. 45, 44 надо будет изменять. Прикладываем к чертежу. И понимаем, что это 44, а это, соответственно, 45. Отмечаем. 45, 44. Тут у нас идут 3, 3 и 3. Берем самую короткую. Самые короткие. Вот они. Получается, что 2,32, а 1,40. 41, так как оно остается одно единственное. Одиночное. Вот она она. Теперь. 42 и 43. Они у нас должны будут изменяться. Вот он, 42 и 43. Соответственно, прикладываем к чертежу. И понимаем, что именно эти бревна у нас являются 42, 43 и 39. Следующие три. 2,29 и 37. И остается у нас, это единственное у нас круглого сечения, без фаски. И остаются у нас только обрезки, которые идут под окно. 33, 27, 28, 38, 34 у нас будут изменяться. Мы их можем просто прикладывать к чертежу и узнавать, какой же из них 33 или 34. Вот мы нашли с вами 33. И должно быть 2. Ищем аналог. Вот второй, 33. Также сейчас найдем 27, 28 и 34, 38. После того, как мы идентифицировали все бревна и обозначили их, мы начинаем изготавливать их согласно чертежу. 34, 38. То есть тут нужно снять немного совсем фаску небольшую с края. 33, 27 и 28 аналогично. А у других бревен сделать просто пропилы. 34 у нас готово. И таким же образом мы продолжаем. С этими деталями мы закончили. Теперь берем деталь номер 40, прикладываем. И отмечаем положение. Деталь номер 40 мы закончили. Подобным образом она у нас выглядит. Нужно мы ее зачеркнули. Следующие у нас идут детали 46. В них нужно сделать 3 пропила. Отметим положение пропилов. И деталь 37, в которой нужно сделать такой же вырез, как и в детали 40. Также необходимо выпилить косые пропила 44 и 45 детали. И вот когда мы подготовили все наши детали с 5-6 страницы, мы начинаем просто укладывать звеньями и все. То есть остается самое простое. У нас следующими идут по порядку 26, 27 и 28. Ищем наше 26, ищем 27, 28. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь следующие звенья, которые будут выкладываться, они уже будут идти с подрезанными частями, чтобы закрыть наш дверной и оконный проем. После того, как наш коробочек высохла, мы сейчас будем ее покрывать быстросохнущим лаком с цветом дуб. А после этого уже посмотрим, может быть где-то будем состаривать, где-то будем добавить эффект мха подобными вот вещами. Но это все будет в будущем, а сейчас мы покроем все это лаком. Использовать я буду подобный лак от алоэ цвета дуб. И покрывать буду с помощью спонжа. Единственное, немного сделаю сам лак пожиже с помощью жидкости для снятия лака. Субтитры сделал DimaTorzok Используя флага наша избушка начинает выглядеть подобным образом. Уже поживее, но еще не идеально. А продолжим мы с вами в новых роликах. И будем вместе наблюдать за тем, что получится из этой избушки. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео. Ставьте палец вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok